Ну что ж, давненько не было роликов, последний, кажется, был по Волду Варкрафту, по серверу Сирус, можете посмотреть. Но мне как-то надоело, и я решил вернуться к Аркейджу. Я на Кракене играл где-то год назад. Ну, в этот раз я ведьмак. В этот раз уже получше как-то зашло, на Кракене я так тестил, можно сказать, непонятно чем играл. Тут я, так сказать, пошел по гайду. Даже купил дом. Так сказать, с малого начал. Дом я купил чисто, чтобы что-нибудь усаживать, то есть какая разница, да, в принципе, какой он будет для начала. Я просто хотел затестить, потому что на Кракене у меня дома так оно не было, то есть я даже не знал, как это работает все. Вот, пугало у меня квестовое, ну и домик. Там за 400 голды вроде купил. Вот. Вкратце расскажу. Так вот, дом купил. Ведьмак 22-го герлевела. 4159 экипировки у меня, потому что там прокачка очень много требует голды и очков работы. А, соответственно, этого сегодня напасешься, как бы, вот, поэтому я больше вливал в заработок голды именно очков работы. Ну и персонажей, а потом еще, так сказать, подкачаю. В принципе, я в пушку в основном вкладывался. Посмотрим. Все остальное у меня куда слабее, чем дву рук. Ну и все остальное тоже подкачаю, пожалуй. У меня еще из-за бежи герлевел проседает, потому что бежат она как бы первая. Это такая, которая на месяц давалась по акции. Играю с премиумом, без сиоли. Премиум купил чисто, чтобы очки работы регенились, ну и чтобы дом купить. Вообще, плюс как бы в чем? В том, что можно выращивать. То есть, если ты что-то не на своей территории посадишь, то, по идее, это любой сможет собрать. Собрать. Вот, а соответственно, то, что я либо под пугалом, либо под домом выращиваю, это чисто мое. Сажаю я на заметку шафран, женьшень, пшеница. То есть, я чекал, это типа самое дорогое, что есть на оке. Кстати, у меня шафран даже. Можно уже завутать или нет? А, нет. Женьшень можно завутать. На самом деле, это все интересно сделано. То есть, ты когда что-то сажаешь, там надо водой поливать. Вода вот из колодца добывается. Там одну очку работы, вроде, стоит полив. Теперь можно залутать. Давайте вот чекнем. Пять очков работы стоит собрать, женьшень. Три женьшеня за пять очков работы. Три женьшеня вендорятся за... Ой, то есть, науки продаются за 62 серебра. То есть, 62 серебра за пять очков работы. Ну, в принципе, это еще не самое фигулое, что я видел. Например, те же котомки эфенского сторонника, они меньше дают. Так. Ну и все, когда ты это собираешь, оно пропадает. Тебе дают ремесленную репутацию. Если что, ростки, они как раз за ремесленную покупаются. Тот же женьшень он... Блять, а можно нету лавку войти? Вот, семена женьшеня, вот... Я, в принципе, методом подбора просто на луке чисто проверял. Искал, что будет подороже. Женьшень, кстати, долго растет. Долго, и... Сбор стоит пять очков работы. А есть трава, которая за три очка работы собирается. Но она, соответственно, и стоит дешевле. Такое умиротворяющее занятие. Вообще, по сути, древесина, насколько я знаю, дорого стоит. Вот как у... Вот у кого-то, например, криптомерию выращивают. Но у меня нет места, к сожалению. То есть, и деревья не смогу сажать. Я чекал, у меня мало места. Как вы знаете, разные пугало и разные дома. Они разное количество ячеек дают. То есть, разную территорию. Вот у меня территорий совсем мало. У меня максимум можно высадить лавровые деревья. Точно можно. Но лаврушка, она дешевая. Я их нахрен посрубал, лавровые деревья. Ну, ясно, что я паки вожу. В основном не вексельные. А обычные. Вот у меня. Дары белого леса называют, цыпаки. Как раз я в белом лесу живу. Почему этот дом купил? Потому что он самый дешевый, как я уже сказал. Из тех, что я видел. Ну, чисто почекать хотел. То есть, надо, конечно, дом получше покупать потом. Вообще, я хотел бы очень на Эфнире взять 30-й левел и Е8-какер скоро хотя бы. Но я думаю, что я всего этого добьюсь. То есть, дом я хотел купить. Я уже купил. Пентхаус. Так что, буду держать в курсе. Также хочу еще другими способами заработка поделиться. То есть, то, что я сказал, это выращивать траву, возить паки. Также, в принципе, за очки чести можно покупать, скажем, гравировки, продавать их за голду. Открывать потомки я на самом деле уже забил. Я их открываю только, чтобы апать квеста в пропуске. Но у меня уже на этой неделе квесты, как бы все. Ну и также не забывайте ходить в инстансы. Там тоже можно и шмотки залутать, и чистую голду. Опять же, гравы можете либо на себя юзать, либо продавать. Ну и там просто трэш падает, который можно задорого завендрить. Да, то есть, то, что даже очков работы не потратит. Ну, а соответственно, ремесло и паки, это уже связано с затратами ОЛР. Ну и опять же, может, стоит покупать Сиоль, потому что она достаточно, по сути, выгодная. Сиоль быстро окупится, как и премиум. Ну что ж, на этом все. Буду держать в курсе.